Guilty pleasures, английский термин, который все плотнее входит в лексикон россиян. Это те самые вредные привычки, которые мы пытаемся скрыть от окружающих. Кто-то любит сплетничать, кто-то дома, возможно, носит леопардовые лосины, при этом чувствует себя богиней. Это, кстати, я сейчас не про себя, если что. Да? Да, мы привыкли стыдиться за, ну, вот, таких каких-то необычных вещей и не задумываемся о том, что они могут быть полезны. Хорошо, у тебя есть вредные привычки, о которых ты стыдишься? Ну, я не стыжусь от этого, но у меня есть, знаешь, такой нюанс. Вот когда машинка стиральная дастирывает белье, а я опаздываю, я все равно развешу белье. Даже если меня ждет таксист, либо еще что-то посетить. Очень вредная привычка. Это самая вредная привычка, которая... Я объясняю себе, знаешь, как законченность действия, которую я обязательно должна сделать. Ну, хотя я понимаю, что это немножко вредно, ведь люди-то ждут. Да. Эфир утро без нас начнет. Да, ну, если начать... Я просто хотел сказать свою, правда, вредную привычку, которой я, кстати, избавился. Когда я был маленький, я грыз ногти. О, Господи. Ну, это очень хорошо, что ты действительно закончил с этим. На самом деле, какие-то привычки действительно могут даже быть полезными. По крайней мере, так утверждают психологи, так ли это на самом деле. Мы поговорим с нашим гостем Ольга Таусинова, психолог частной практики, сегодня в нашей студии. Доброго утра. Доброе утро. Доброе утро. Мы говорим сейчас про постыдные привычки. И сейчас у вас, у нас на столе три предмета, которые тоже могут быть вредными привычками. Во-первых, просто, может быть, ночью есть сладкое, петь в расческу и любить помаду. Любить помаду? Ну, нет, наверное, это агрессивный макияж. Вот у нас таким образом. Агрессивный макияж. Да, это мое. Если мы говорим про вредные привычки, бывают ли они вредные, но полезные? Вообще, есть такое понятие, как вторичная выгода. Это как раз про то, что каждая привычка, если мы говорим о вредную, то там, в принципе, грань между зависимостью и привычкой тоже довольно размыта. Вредная привычка, она несет за собой какую-то полезную функцию, за счет которой, в общем-то, она и реализуется. Потому что, ну, просто так, если нам это совершенно не нужно, мы никогда этого делать не будем, и в привычку это входить не будет. То есть зачем-то это надо. Там может быть много примеров, если рассматривать там пищевые какие-то вещи, то это там удовлетворение в первую очередь, расслабление, получение энергии и так далее. То есть в любом случае вредная привычка отличается скорее тем, что выгода получает мгновенно эффект, а вот последствия дальнейшие, они... Пожинаются позже. ...во времени отдалены, и, соответственно, ну, а закрепление поведения происходит на мгновенный результат, на стимул. У вас есть вредные привычки, вот такие, от которых бы хотелось избавиться, но пока что... Ну, я бы шоппинг добавила вот в список туртиков. Может быть, по-моему, это была шоппинг, я что-то напутал. Это шоппинг, это все-таки вредная привычка. Ой, это, ну, там надо смотреть особенности, потому что можно это и как зависимость классифицировать, в том числе. Мы сейчас увидели такие прям полезные, интересные привычки. Насколько вообще реально у человека самому вырабатывать привычки, чтобы вот не то, что с ними родился, не то, что воспитали, чтобы он сам за ними следил? Ну, достаточно реально, причем, если изначально это может быть в том числе и какой-то волевой эффект, должен происходить, то есть нужно себя в чем-то заставлять, то потом это, конечно, ну, естественно, уже формируется и происходит, жизнь укладывается в этот ритм. Другое дело, что должна быть не внешняя мотивация, а внутренняя. То есть это должно быть надо на самом деле человеку, на самом деле необходимо, и в таком случае будет достаточно легко проходить формирование полезной привычки. То есть занятие спортом должно быть, потому что это надо мне на самом деле, кому-либо. Ну, давайте возьмем вот эта та же привычка, к примеру, вот уже скоро будет Новый год, и мы понимаем, что это как раз день обещаний. Мы всегда говорим, все, теперь я точно буду ходить три раза в спортзал, я начну заниматься спортом, правильно питаться. Как помочь вот все-таки выработать и начать ходить в спортзал, а не просто только себе обещать? Вот выработать эту привычку всегда ходить в спортзал. Видимо, у кого-то проблемка, я смотрю, да? Да, я думаю, она у всех. Да-да, актуально. Ну, в первую очередь здесь необходимо все-таки ответить на вопрос себе о том, а зачем мне это лично надо? То есть если я хожу в спортзал ради того, чтобы быть красивым и нравиться другим, ну, на самом деле это небольшая мотивация, потому что здесь мотивация завязана на социум, а на самом деле мы ради социума не будем много делать, и там быстро закончится. А если это надо, потому что мне нравится процесс, потому что мне важно свое здоровье каким-то образом подтянуть, это уже, ну, про личные потребности, и это первый шаг. К тому четкое понимание того, зачем я это делаю, что это такое, зачем мне это надо, это, ну, точно первый шаг привычки ходить в спортзал. Ну, наверное, начать, наверное, с самого минимального, хотя бы раз в неделю, а потом уже стараться с процессами вечера. Ну, конечно, да, если о поведенческих каких-то вещах говорить, то здорово ходить понемножку, то есть начинать, и здорово бы себя каким-то образом хвалить и стимулировать после спортзала. Главное, не торты. Не пироженки. Хотя, ну, смотря, зачем вы ходите в спортзал, пироженки. Ольга, вопрос такой, вам часто приходится своим пациентам менять привычки, вот как раз-таки прививать какие-то полезные, избавлять от лишних и ненужных? Ну, я в основном работаю сейчас в сфере мужско-женских отношений. Там тоже можно найти привычки. Там много чего. Есть, да, на самом деле, и в отношениях, и в взаимодействии между мужчиной и женщиной, в том, как они общаются друг с другом. Там на самом деле очень много привычек у нас формируется, и мало того, в течение отношений у нас и какой-то быт складывается, и становится скучно, и этот быт тоже можно разбивать, потому что автоматизм, он, ну, все-таки приводит еще и к скуке. Очень часто, ну, в отношениях. А можете какую-то конкретику вот рассказать, привести примеры? Вот, может быть, естественно, не называя имен, но вот недавний случай, вот приходила ко мне пара. Не, ну, не пара, наверное, девушка. Одинокая женщина. Здесь можно брать какие-то примеры, скорее в рамках взаимодействия, общения, когда женщина как-то привычным образом общается с мужчиной, так что это может, в общем-то, у него не вызывать какого-то интереса. То есть он приходит с работы, она начинает приставать с расспросами различными, у него не очень хорошее настроение, он, в общем-то, не готов общаться, она к нему. И, в общем-то, это скорее накаляет обстановку еще сильнее, потому что, ну, она тревожится. Ну, это привычное поведение. То есть когда приходит мужчина, он уставший, но женщина, она стремится к тому, чтобы каким-то образом его разрядить с помощью своих привычных потребностей. Мне кажется, тоже сложная тема, куда мы ушли, она прямо глобальная. Это не просто там привычка, что, допустим, девушка не умеет благодарить за подарки, например. Ну, если вот мы, например, говорим. Я прям смотрю, упрет из тебя личные примеры, да? Почему личные примеры? Шутка. Странная шутка. На самом деле, ну, да, если рассматривать привычки, то очень много тонкостей, ну, не так все прям просто, как... Ну, вообще, вы считаете, что все-таки каждый человек может прививать себе привычки, либо это все-таки какие-то особенности, там, людей, может, там, те, кто там... Ну, я уверена, что каждый. Что каждый. Ну, тогда мы будем дать всем удачи. Спасибо. Продолжение следует...